В эти дни Пекин становится центром притяжения внимания всего мира. На втором форуме «Один пояс, один путь» ожидают огромное количество глав государств и правительств. На мероприятии аккредитованы больше 4000 журналистов. Китайская инициатива, как накануне обозначил официальный Пекин, нацеленная на мирное развитие и экономическое сотрудничество, способна объединить не только страны, расположенные на древнем Великом Шелковом пути, но и весь мир. Айгуля Дилова передает из Пекина. Великий Шелковый путь. Когда-то этот древний маршрут соединял не просто торгующие стороны, но и сами цивилизации эпохи. Рождались, сменяли друг друга, в жестоких противостояниях погибали великие китайские династии, зарождались и исчезали в небытие целые цивилизации Европы. А вдоль Великого Шелкового пути продолжали идти караваны, несшие новую жизнь. И вот день сегодняшний. Поднебесная, собравшая в кулак экономическую мощь, развивающая периферию, усиленно диверсифицирующая экономику, строящая современные производства, укрепляет отношения со старыми друзьями. Китай смотрит на Запад. Этот самый стереотип о качестве производства уже, кажется, становится легендой. Идея о возрождении Великого Шелкового пути, создание экономического пояса, была озвучена в столице Казахстана, городе, тоже наглядно демонстрирующем, на что способны воля и большое желание созидать. Шелковый путь дня сегодняшнего – это развитый и только входящий во вкус экономики Юго-Восточной Азии. Порт Лянь-Юньгань, в частности, и уходящий на Запад современные скоростные железнодорожные и автомобильные магистрали. Через несколько тысяч километров они приведут в Харгос или на станцию Достых. Это, опять же, не все точки. А дальше груз помчится уже по казахстанскому отрезку шелкового пути – трассе Западная Европа, Западный Китай или автобану железнодорожному. Скорости перевоза контейнеров из Китая в Европу и обратно бьют рекорды каждый год. И в этом братские страны тоже похожи своим стремлением активно развиваться вопреки. Недаром ведь Казахстан заслуженно называют лидером в Центрально-Азиатском регионе. Республика умело выбралась из сухопутной ловушки и уже стала международным транспортным хабом. Для сравнения, в 2011 году количество контейнеров, которое было перевезено транзитом через Казахстан из Китая в Европу, порядка тысячи контейнеров. А в 2017 году, представляете, количество перевезенных транзитом контейнеров составило 200 тысяч контейнеров. То есть за шесть лет увеличилось целых 200 раз. Уже завтра в Пекине, которому сегодня приковано без привлечения внимания всей мировой общественности, пройдет вторая встреча в формате форума «Один пояс, один путь». Участники подведут итоги шестилетней реализации инициативы. Это подтвердят и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда и цитата посла Китайской Народной Республики в Казахстане. Самый важный и почетный гость – Масултан Абишевич Назарбаев. Еще одно подтверждение тому, опять же, цитата Си Цзиньпина. Эти слова председатель КНР произнес на первом форуме. Казахстан играет стимулирующую роль в развитии инфраструктурного строительства. И вот эти слова четко обозначают роль республики и лидера ее нации в становлении глобальной экономической структуры. Что касается двустороннего сотрудничества, а, как правило, такие площадки – хорошая возможность в сфере часы, то и здесь эксперты подчеркивают новый уровень предметного взаимодействия. Раньше сотрудничество тех же компаний Казахстана и Китая имело иную модель. Сейчас же подключаются госорганы и происходит стратегическая стыковка. То есть взаимодействие того же бизнеса – теперь дело не только одного бизнеса. Новые модели сотрудничества смогут обсудить бизнесмены стран непосредственно или опосредованно участвующих в инициативе «Один пояс – один путь». На площадке – это нововведение второго форума – проходит конференция предпринимателей. В том числе ее проведение демонстрирует увеличивающиеся масштабы. Все это участники и наблюдатели смогут увидеть завтра. После традиционной яркой церемонии открытия пройдут саммит за круглым столом, заседания высокого уровня, тематические платформы и панельные сессии. Сейчас в многомиллионном мегаполисе идут последние приготовления, но и думается, что официальных церемоний и протокольных мероприятий будет минимум. Через шесть лет после первого упоминания китайской стороной этого мегапроекта, Поднебесная доказала, что многочисленным совещаниям и затянутым конкурсным процедурам предпочитает дело. Здесь и сейчас. Айгуля Дилова Айдос Серик Полула, Жандос Битабаров, Хабар, Пекин.